На Хабаре новости. О главном к этому часу расскажу я, Гульна Рожандагулова, сурдоперевод Виктория Антонишина. Глава государства принял президента главного исполнительного директора Baker Hughes G Company Лоренцо Симонелли. Об этом сообщается на официальном сайте президента. В ходе встречи Касамжемарта Токаева проинформировали о реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики, в том числе машиностроений и энергетическом секторе. Президент выразил признательность Лоренцо Симонелли за участие в Совете иностранных инвесторов и отметил положительную деятельность его компании в Казахстане. В свою очередь Лоренцо Симонелли подчеркнул, что компания активно работает над локализацией и реализацией новых проектов. Также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. У нас богатый опыт успешного взаимодействия в разных сферах. Думаю, наше плодотворное сотрудничество будет продолжено. Касамжемарта Токаев также принял члена Совета директоров компании «Полиметалл» Игоря Финогенова. Глава государства проинформирован о крупных проектах компаний, реализуемых в Казахстане и России. Касамжемарта Токаев поздравил «Полиметалл» с размещением на бирже Международного финансового центра «Астана» и отметил результаты работы компании в нашей стране. Игорь Финогенов подчеркнул, что биржа МФЦА предоставляет широкие возможности инвесторам для реализации перспективных проектов в Казахстане. Депутаты Сената одобрили поправки в республиканский бюджет до 2021 года. Для реализации указа президента страны о мерах по снижению долговой нагрузки граждан предусматривается 89 млрд тенге. В заключении Комитета по финансам и бюджета Сената парламента сказано, что государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение до 300 тысяч тенге. Полностью погасит задолженность более 250 тысячам заемщиков. На реализацию поручения главы государства по повышению благосостояния народа Казахстана, в том числе на расширение и усиление мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи предусматривается 138 млрд тенге. Также увеличат резерв правительства. Часть этих средств будет направлена на восстановление города Арыс. И в нашем выпуске мы узнаем о санитарной обстановке на сегодняшний день в городе Арыс. Наш корреспондент Алибек Байшуленов уже который день находится в пострадавшем регионе и с минуты на минуту выйдет с нами на прямую связь. Роль современной литературы в эпоху глобализации сегодня обсуждают на международном форуме писателей. В крупном событии культурной жизни страны принимают участие десятки именитых авторов и переводчиков из 20 государств. В рамках форума запланированы пленарные заседания, сессии и круглые столы. На них будут обсуждать вопросы авторского права и книжного бизнеса, маркетинга, а также другие современные тенденции мировой литературы. В завершении ожидается подписание международного меморандума и различных соглашений. Мы должны понимать одну вещь, что нет литературы казахской, русской или французской. Есть общая человеческая литература и мы должны к этому идти. То есть литература не имеет границ, не имеет национальности. То есть мы должны говорить на одном поэтическом языке, на одном языке прозы, драматургии и так далее. И с этой целью мы сегодня собрались здесь. В рамках форума будет подписан меморандум между издательством «Фольян», союзным писателем и с выдающимся поэтом Испании Хорхе Падроном о переводе статистикотворения великого Абая Кунамбаева. В это воскресенье в Казахстане отметят Национальный день Домбры. В честь праздника площадь у монумента Казахьеля, как и в прошлом году, превратится в большую концертную площадку. Для жителей и гостей столицы выступят лучшие коллективы города. Также в мероприятии смогут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Обязательным условием для участников является умение исполнять на дамбре Киеве Сарарха, Адай, Алкиса, Кунальтолхуна и другие. Праздник был учрежден по год назад Ельбаса Русултаном Назарбаевым. Как вы сами знаете, наш национальный инструмент Домбра имеет шеститысячную историю. Этот инструмент раскрывает всю душу казахского народа. В прошлом году к нам добавились две тысячи дамбристов. В этом году ко дню города мы активно готовимся. У нас есть насыщенная программа. Это произведения классиков, а также кьюи современных композиторов. Всего будет исполнено 15-17 кьюи. Ко дню столицы поликлиники Казаларды объявили день открытых дверей. Без предварительной записи и в свободном режиме жители областного центра получают не только консультации у специалистов узкого профиля, но и проходят обследования, снимают УЗИ, ЭКГ, измеряют артериальное давление, узнают уровень сахара в крови. К примеру, в поликлинику номер 3 только в первые часы работы обратилось около сотни горожан. Акция «Здоровье продлится до конца недели». Пришла на день открытых дверей. У меня повышенное давление. Состою на учете. Сейчас врачи измерили сахар, холестерин и направили к специалисту. В эти дни необходимую консультацию смогут получить все прикрепленные к нашей поликлинике пациенты. Прием будут вести 12 терапевтов и специалистов узкого профиля. И вернемся к ситуации в городе Арес. Там еще раз в оперативном порядке был организован внеплановый отбор пропа атмосферного воздуха, радиационному фону и поверхностных вод. О результатах работы санэпидемиологов расскажет Алибек Байшуленов, который находится на месте событий. Алибек, вам слово. «Добрый день, Гульнара». Для жителей Ареси нет никаких оснований беспокоиться ни за радиацию, ни за огрязнение атмосферы. Об этом нам сообщили специалисты, неоднократно проводившие исследования на всех объектах и территории города. По результатам анализа во всех восьми точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено. Так, по результатам анализа проведенного вчера, превышение установленных норм по 29 показателям качества воды, включая главных ионов, тяжелых металлов, биогенных веществ не обнаружено. Также нет высокого и экстремально высокого загрязнения в пробах атмосферного воздуха. А радиационный фон мощной экспозиционной дозы не превышал допустимую норму 0,13 микрозиверт час. Это при норме не более 0,60 микрозиверт час. Воду сделали уже где-то анализов, 44 анализа дали. Из них было где-то 10 положительных. Это в начале было, когда еще водопроводную воду не дезинфектировали. Они уже три дня почти, воду не было в городе. От этого уже положительные вышли. В данное время все в воду отличные. Все показания уже отрицательные. И воздух, и вода у нас, и почва, радиация нету в это время. Сейчас в данное время нету. Добавлю, что по информации Министерства обороны Республики Казахстан, перенос арсенала боеприпасов из Арыси начнется в течение двух недель. Пока же ведутся подготовительные работы. У меня к этому часу все. Гульнара. Спасибо, Альбек Байшуленов, о том, как развиваются события в городе Арыс. Продолжим. Алматинские школьники создают беспилотные такси, смарт-паркинги и другую технику для умного города. Юные конструкторы уже отметились на республиканском отборе Всемирной Олимпиады по робототехнике. Изобретение молодых новаторов оценила моя коллега Александра Салмина. Где-то поехали. Это такси будущего. Самое быстрое и безопасное, говорят юные изобретатели. Асалбек Сакенов и Асанкул Яскиндир. Ученики Назарбаев интеллектуальной школы придумали свою службу. Диспетчеров и водителей здесь нет. На смену человеку пришли беспилотные авто. Пока задумка кажется фантастикой, но через несколько лет этим сервисом будет пользоваться каждый пятый житель мегаполиса, считают ребята. Эти машины будут оснащены камерами, которые будут определять людей, дорожные знаки и светофоры, тем самым увеличивая безопасность на дорогах. Во-вторых, экономия времени обеспечивается за счет использования оптимального кода. Это поиск оптимального пути от одной точки до другой, учитывая пробки и затруднения на дорогах. Своё чудо техники алматинские школьники показали на отборе Всемирной олимпиады по робототехнике. Каким видят умный город, показали и Никита Носков с Даниилом Прохоренко. Они повезли на конкурс многозадачного робота. На игровом поле ему не было равных. Основная цель на игровом поле для робота – это в определенном порядке собрать все элементы на поле, такие как цифровые устройства, кабели, и разложить их на основу. За каждое правильно расположенное цифровое устройство и кабель нам начисляются баллы. Потребовалось всего 76 секунд, чтобы справиться с заданием вместо положенных двух минут. Рекорд с гордостью говорят ребята и готовят своего бота к новому испытанию. В этом году этап ВРО проходит в Венгрии, в прошлом году проходил в Таиланде. В принципе, ВРО уже существует более 14 лет. Количество стран-участников на международном этапе достигает 200 и более стран. Времени на подготовку не так много. Уже осенью они отправятся на Олимпиаду. Хотят как минимум войти в топовую десятку, ну а в будущем с помощью науки мечтают изменить мир. Александра Салмина, Ирлан Абжанов, Хабар, Алматы. Температурные рекорды лишают туристов возможности посещения одного из излюбленных мест в Греции – Акрополе. Памятник античной архитектуры временно закрыт для посещения. В городе ожидается повышение температуры воздуха выше 40 градусов по Цельсию. Но вот о том, какая погода будет в Казахстане, узнаете прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.